Добрый день, коллеги! Мне бы хотелось доложить вам сегодня наш опыт использования нейрофизиологических методик диагностики в поиске патагноманичных признаков таких состояний, как гиперактивный мочевой пузырь и ускоренное семиизвержение. Если мы возьмем общие критерии гиперактивного мочевого пузыря и раннего семиизвержения, то мы можем увидеть, что есть общие признаки. Во-первых, по определению ГАМП – это состояние, которое не может волевым усилием подавляться. В первую очередь, что нас интересует. То же самое у нас имеется и преждевременной эякуляцией. По распространенности симптомов гиперактивного мочевого пузыря и преждевременного семиизвержения также примерно одинаковы. Но вот если мы возьмем патоморфологические признаки, то на сегодняшний день определение, что такое и от чего у нас имеется в наличии преждевременная эякуляция у мужчин, данных пока нет. А вот по гиперактивному мочевому пузырю одним из основных теорий ГАМПа является нейрогенная, то есть незаторможенный мочевой пузырь вследствие нарушения регуляции нервной системы. Если мы вспомним эту нервную регуляцию, то основные признаки эякуляторного момента и функционирования нижних мочевых путей происходят также однотипно. По чувствительным путям у нас сигнал попадает в спинной мозг, далее идет в головной, где сигнал обрабатывается, посылая импульс или на сохранение и накопление объема мочи, или же наоборот на начало мочи и спускания, где посылает сигналы на мочевой пузырь и шейку, опять-таки увеличивая объем, если это необходимо, социальным условиям, и тогда, когда необходимо, подавляется симпатическая, реактивируется парасимпатическая нервная система и осуществляется микция. Если мы посмотрим схему, которую мы все хорошо знаем, то именно так и осуществляется симпатика и парасимпатика, взаимодействия переходят из одной фазы накопления, в фазу микций и в фазу окончания микций. И только один процесс у нас осуществляться не может волевым усилием, мы не можем подавить в условиях ГАМПа начало сокращения мочевого пузыря. Та же ситуация и с эякуляцией, где симпатическая и парасимпатическая нервная системы находятся в том же сочетании, примерно по тем же законам работающие. И недаром мы имеем сочетание неудержания мочи и проявления симптомов ГАМПа при оргазме, скажем, у женщин, что научно доказано. Мы обследовали 48 больных с симптомами гиперактивного мочевого пузыря. Мы обследовали мужчин, 39 человек из которых страдали ускоренным семяизвержением. Если представлять себе эту работу как начало научного поиска, теоретически разработанное, скорее всего наоборот. Мы просто начали получать результаты у определенных групп пациентов и задумались о частом совпадении результатов одного и другого признака, после чего уже поставили себе задачу оценить ее статистически и достоверно посмотреть по методикам. Средний возраст пациентов 32 года из пациентов, страдающих преждевременным семяизвержением, первичной формой 29, вторичной 10. Продолжительность заболевания преждевременного семяизвержения от 2 до 8 лет в зависимости от того, что нам рассказывали пациенты, не всегда это было так. Как правило, с начала половой жизни у первичной и у вторичной 2-8 лет в зависимости от того, что привело к этому состоянию. Симптомы ГАМПа также от полугода до проявления с детства. Для определения достоверности преждевременного семяизвержения мы использовали тест с интравагинальной задержкой в домашних условиях, хотя его желательно проводить в стационаре, но я не представляю, где и как это можно сделать. У нас таких условий, по крайней мере, нет. Мы использовали то, что рекомендует Европейская ассоциация. Насколько наши пациенты могли правильно это делать, мы старались, чтобы они тест выполняли правильно. Материал исследования распределился следующим образом. Время интравагинальной задержки по пациентам первичной и вторичной формы мы разбили на три группы. Коэтус до двух минут до эякуляции, от одной до двух минут, и коэтус менее одной минуты и до пенетрации пениселовлагалища. По предъявленным жалобам наиболее часто это полакеурия, учащенная более восьми раз в сутки, с наличием ургентных позывов, нектурей примерно у половины и трети пациентов. Четырнадцать пациентов страдали затрудненным мочеиспусканием. Что касается данных по интравагинальной задержке, то распределение пациентов по группе менее двух минут на более одной, более половины. Уродинамические методы исследования в стандартной комплектации, включающие в себя весь спектр исследования. Используя нейрофизиологические методы оценки, мы пошли по пути такому, во-первых, что мы можем сделать, определив те нарушения иннервации, учитывая афферентную и эфферентную нервные системы, от периферического анализатора до, грубо говоря, коры головного мозга. Бульбокавернозный рефлекс как система оценки периферической регуляции нервной системы по афферентному и эфферентному звену, учитывая сюда и уровень импульса, который использовался при начале получения ответа, его латентные значения, форма ответов, вызванные самотосенсорные потенциалы при стимуляции пудендального нерва дают возможность нам оценить весь сенсорный тракт от периферии, опять-таки, от рецепторного аппарата до зоны коры головного мозга, мы снимали именно корковый, а не сегментарный, оценивая весь путь. Если бы мы увидели, что, скажем, по чувствительным путям есть какая-то информация, мы бы пошли дальше и разбивали бы ее по сегментарным. И использовали игольчатую электромиографию, как метод, скажем так, косвенной оценки периферической иннервации соматического пудендального нерва, используя все возможности игольчатой миографии, как одного из самых достоверных методов исследования в нейрофизиологии вообще. По результатам нейрофизиологического и нейрофизиологического тестирования мы увидели, что нормальная детрузорная активность зарегистрирована у семи пациентов. Мы разбили ГАМП на два понятия фазовое и терминальное, так как все-таки были некоторые различия у шести человек зарегистрированы терминальные, но у подавляющего большинства 23 человека фазовые. Также выявлены были пациенты с так называемым синдромом ГАМПа-безГАМПа, то есть, как и раньше по старой терминологии, сенсорная гиперактивность, абструктивная миксия, здесь ошибка не 41, а 14, это я виноват, детрузорная сфинктерная дисэнергия у пациентов, нормальные показатели бульбоковернозного рефлекса у 10, и мы видим, что укорочение от 25 до 35 миллисекунд у большей половины и укорочение более 25 миллисекунд, то есть выраженное, у почти четверти пациентов. и в какую сторону. По данным цистометрии, я не буду на ней особенно останавливаться, но мы видим, что инфравизикальная обструкция различных видов степеней у 14 пациентов, ГАМП без ГАМПа у 4, подавляющее большинство пациентов с фазовой гиперактивностью, небольшое количество пациентов детрузорных сфинктерной дисэнергии. По результатам нейрофизиологического анализа вызванных самотосенсорных потенциалов, то есть тот метод исследования, когда мы оцениваем весь чувствительный тракт, одной из причин в возможном развитии, скажем так, прикокса, некоторые авторы называют изменения именно по чувствительному пути, где проводят снижение количества рецепторных аппаратов в половом члене, различными методами введения гелия, анестезии и так далее. Поэтому мы решили, что без этого нельзя, но мы не получили никаких достоверных результатов в анализах, сравнивая нормальную группу пациентов с нормальными клиническими данными и группу пациентов с преждевременной экуляцией и ГАМПом не по латентности пиков, ни межпиковых интервалах, ни их абсолютным значением. То же самое мы получили, анализируя данные игольчатой электромиографии. Мы не увидели статистически достоверной разницы с контрольной группой ни в одной ни у другой группы. Ни по данным скажем анализа средней амплитуды продолжительности потенциалов, ни по проявлению феноменов. Есть только небольшая группа пациентов, но выборка видимо была малая, где вторичное преждевременное семиизвержение имели пациенты в значительно большем количестве в виде феноменов спонтанной активности. Вероятно, это последствия тех травматических повреждений, которые они имели. Если возьмем сочетание симптомов ГАМПа и укороченного не симптомов, а признаков ГАМПа при полученных при уродинамических методах исследования и значение укорочения БКР, мы увидим четкую закономерность проявления, которая соответствует степени укорочения бульбокавернозного рефлекса. Мы видим, что у пациентов с гиперактивным мочевым пузырем наиболее часто начинает встречаться преждевременная регуляция. Посмотреть и подумать о том, что же мы получили в данном случае, нужно исходя из того, что же такое бульбокавернозный рефлекс. Мы всегда говорим о том, что это изменение скорости проведения импульса, либо по двигательным, либо по чувствительным путям. Но, чтобы импульс прошел по нервному волокну со скоростью в полтора раза быстрее, необходимо из тонкого миелиного волокна, которым является подендальный нерв, получить толстый типа, скажем так, феморального нерва. Это невозможно априори. Поэтому, скорее всего, нужно оценивать другие звенья, включающие в себя задержку импульса или латентность полученных нами результатов. Дуга состоит из рецептора афферентного звена, то, о чем мы сейчас говорили, чувствительный спинно-мозговой гандлей, переключающий структуры мозга и исполнительный орган. То есть, обработка информации в сакральных сегментах спинного мозга, на наш взгляд, является ведущим, скажем так, организатором ускорения прохождения импульса по всему пути бульбокавернозного рефлекса. Потому что, еще раз говорю, невозможно из тонкого нервного волокна сделать толстое миелиновое. И вот мы получили результаты по бульбокавернозному рефлексу, где видим, что преждевременная экуляция, особенно там, где бульбокавернозный рефлекс значительно короче нормальных значений, то есть, менее 25 миллисекунд, встречается первичное именно первичное преждевременное семяизвержение у 90% пациентов. если говорить о гампе у 81%. Таким образом, мы рекомендуем оценку бульбокавернозного рефлекса как патогномоничный признак для гиперактивного мочевого пузыря и первичного преждевременного семяизвержения. Спасибо.